Подснежник. Такое название у детского сада в селе Гархон. И как цветок он ждет весны и тепла. В группах температура опускалась до плюс 11 градусов. И от постоянного холода уже заболел не один ребенок. По словам родителей, обмундирование малышей внутри садика ничем не отличается от одежды на улице. Все те же утепленные вещи. Особенно холодно в приемной. То есть ты приводишь ребенка в холод, раздеваешь его в холоде. И спать они заходят, самая низкая температура в спальне. То есть спать ложатся они, соответственно, их никто не раздевает. У нас есть пижамки, но их никто не одевает, потому что нереально ребенок в такой температуре. Управление по образованию района приняло решение закрыть одну группу, а детей расформировать. Видимо, руководствуясь логикой, чем больше народа, тем больше тепла они надышат. Кого-то отправляют в ясли детей, кого-то в старшие группы. То есть получается так, что проблема с теплом не решена. Тепла от этого больше не стало. Группу закрыли, там воспитателей отправили в административный отпуск. Они сейчас не работают. О проблеме знают все, но дело все никак не может сдвинуться с мертвой точки. Заведующая детсада только отправляет температурные показания. И на этом пока все. Температуру и показания тоже подаем постоянно. Каждый день мы подаем в управление образованием. У нас в курсе. Я понимаю то, что, как я понял из разговора с родителями, все в курсе. ЖКХ ваша в курсе, кодельная, все в курсе, глава в курсе. Все в курсе, но все равно в садике холодно. Ну холодно. Гребно. Как из этой ситуации выходить? Ждать весны? Ну вот в данный момент действительно теперь только ждать весны. Здоровья детей до весны ждать не может. Тем более, что малыши уже неоднократно оставались дома из-за болезней. Однако у заведующей садика своя точка зрения. С тремя мамами встретился. Они говорят, да, неделю ходим в садик, две недели болеем дома. Ну это очень мало таких детей. Три. Ну есть. Это есть. Это просто зависит еще же от здоровья ребенка, от самого, от иммунитета ребенка. Есть у нас такие дети. Но основная масса у нас ходит хорошо. Закаленные. Закаленные дети у нас. Тем не менее, директор местной котельной утверждает, что он работает на отлично. И проблемы кроются не в его вотчине. С 15 градусов вход и выход. То есть, а у вас из предприятия выход сколько градусов? По графику мы смотрели, сколько там. Когда, например, 74, там больше. Но по графику я не могу больше график. Из-за деца до весь поселок. Однако, управление по образованию Заиграевского района с расчетами тепловика не согласны. И по их мнению, недогрев идет именно со стороны энергетиков. Сегодня балансовая комиссия здесь будет, значит, буду с ними. Как раз при гости переговорят еще с ними. У них свое мнение, у нас свое. А у вас какое мнение? Здесь больше вина тепловика. На выходе, потому что у них температура 75, а к нам заходит на входе пределы 50 градусов. 20 процентов, правда, за 20 градусов теряется. Почему теряется? Пусть выясняют, почему теряется. Холодный подснежник взбудоражил весь район. Как только наша телекомпания сообщила о проблеме, подключилась Заиграевская прокуратура. В соответствии с приказом генерального прокурора, по сообщениям такого рода прокуратурой района будет организована проверка с выездом на место с участием специалистов Роспотребнадзора. Будет измерен температурный режим и в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Наша телекомпания не останется в стороне и завтра мы тоже выйдем на проверку. О ее результатах обязательно сообщим. Но не стоит забывать, кто бы не был виноват, самое главное, чтобы детям в садике стало тепло. Илья Балханов, Вячеслав Батоев, телекомпания АТВ, Заиграевский район.